Доброе утро, ютубчик! Подсчет отсылок на Red Dead Redemption в GTA достиг твердой тридцаточки! Если вдруг я что-то не нашел, напишите об этом в комментариях. Обязательно закреплю. Для начала отправимся на остров Кая-Педрика. Ой, простите, фармеры Кая-Перрика. Как вы уже поняли, речь о картинах на стенах в его особняке. Не буду строить теории заговора, вы можете и так найти их в интернете. Далее, раз мы затронули ограбление, то в игре есть игровой автомат с Мадам Назар в роли предсказательницы. Также измененный автомат в стилистике Нат Майер ведет к секретному проходу в подвал игрового клуба. Ну а из банального, в игровом автомате вы можете получить футболку с Мадам Назар. Также в игре можно найти, получить самозводный револьвер, каменный топор и флотские револьверы Лоури. Выполнив испытания в игре, вы также получите их в Red Dead. Относительно недавно в игру добавили костюм из первого бандитского абонемента, Питман. В GTA он называется Фронтир. Чтобы получить его, вам понадобится 7 календарных дней для того, чтобы отыскать 7 пиратских сундуков. А теперь не все так просто. В сюжетном режиме в доме у Франклина на полке стоит книга Red Dead за авторством сына Джона Марстона. Также в сюжетном режиме в задании Папинкина дочка у продавца велосипедов на одежде изображен сам Джон Марстон. Для тех, кто не знает, при создании персонажа вы можете выбрать его в качестве родителя. Из интересного хочу добавить, что при просмотре телевизоров в GTA я обнаружил еще две приколюхи. Первая весьма банальная и много кто обращал на нее внимание. Там скачут лошади из Red Dead Redemption. А вот вторая проводит некую связь между GTA V и Red Dead с помощью Фрэнсиса Синклера. Во втором Red Dead он дает второстепенное задание на поиске 10 наскальных рисунков. После чего мы узнаем, что он может существовать сквозь время, ибо на момент событий игры ему еще и года не было. В GTA V он является основателем культа Эпсилона. Хотелось бы сказать о том, что Кони на ипподроме в казино тоже взяты из Red Dead Redemption. А напоследок провести глупую параллель между городом Строубери и районом Строубери в Лос-Сантосе. Только не душните, что эти названия никак не связаны. Еще увидимся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok